Всем привет, с вами Михаил Гребенюк, и в этом видео мы с вами разберем признаки говнониши. Очень многие предприниматели, стартуя компанию, выбирают то, что априори не может сделать их богатыми и закрыть цели, которые они хотят. А также те люди, которые сейчас имеют какой-то бизнес, который как-то вопреки стал прибыльным, все равно рано или поздно сталкиваются с запросом, какую тему запустить, в которой будет успех, гиперуспех, который они, собственно, и хотят в жизни. И вот в этом видео мы разберем с вами признаки, которые, на мой взгляд, можно еще на горизонте заблаговременно наблюдать в какой-либо теме и лучше держаться от него подальше, если ваша задача стать супер богатыми и очень успешными. Поехали! Многие предприниматели думают, и в принципе люди думают, что любая тема, любой бизнес, если в нем стараться и много работать, будет одинаково успешно. В чем-то они правы. На самом деле есть такая потрясающая книга, которая называется «Гений и аутсайдеры», ее автор Макком Гудуэль, это американский социолог, который провел большое исследование, почему одни люди добиваются супер успеха в чем-либо, а другие не очень. И вот там есть один из выводов его исследования в том, что люди, которые добились супер успеха в какой-либо теме, спорт, бизнес, карьера, рисование, неважно, воспитание детей, они провели, посвятили этой теме более 10 тысяч часов. Вот я точно могу сказать, что я на сцене провел более 10 тысяч часов, и, наверное, ну около 5 тысяч часов я позаписывал видосов суммарно на камеру, курсов там, семинаров, практикумов там и так далее. Поэтому я на самом деле многие видосы на YouTube пишу с первого дубля без перезаписи. И вот то же самое на самом деле в любой нише. Вы даже если будете заниматься комбинезончиками для морских свинок, вы все равно будете заниматься этим 10 тысяч часов, и в этом будете номером один. Много вероятности, вы будете просто стараться. Но на самом деле есть тоже такое наблюдение, что, может быть, вы его замечали в своей жизни, что любой клиент, который хочет за сделку 5 тысяч долларов или 500 долларов и 50 долларов, будет отнимать одинаковое количество энергии, одинаковое количество времени и ресурсов вашего внимания. Поэтому на самом деле абсолютно плевать, сколько денег приносит клиент, закрыть любую сделку на 5 миллиардов, на 500 миллионов или на 500 тысяч одинаково сложно и одинаково легко. Так что, если мы исходим из этого факта, что все одинаково, то какой черт заниматься тем, что имеет в априори маленький средний чек, маленькую маржу, маленькую прибыль. Так что, мысль номер один. Если вы думаете чем-либо заниматься, ваша задача в первую очередь посмотреть на рынок. Есть ли большое количество денег и большое количество потенциальных клиентов в этой теме в принципе. Когда-то я, вот расскажу историю про себя, как я выбирал тему с недвижимостью, я сидел рассуждал, что хочу запустить какую-то вторую компанию, потому что мне понятно размер рынка резалтинга, понятен размер рынка отделов продаж, и мы этой компанией там еще много чего не сделали и много чего не захватили, мы только в начале пути. Но я вижу, где там предел это. Я знаю, что есть много других бизнесов, которые гораздо более масштабные, даже с меньшим уровнем автоматизации, системности и так далее. И вот у меня был разговор, есть такие вот предприниматели из Узбекистана, Шурзот и Барно, Турсуновы, основатели компании Вилгут автосервиса, может, вы про них знаете, очень известные медийные личности. И я говорю, Шурзот, Барно, как вы выбрали тему Вилгут? Как вы выбирали? То есть, на что обращали внимание? И вот Шурзот поделился своей технологией. Он сказал мне, знаешь, у них была компания, занималась обоими, евродизайн, очень большая, там, многомиллиардная. И они увидели закат этого рынка в силу того, что пришли крупные игроки, типа Леруа Мерлен, Петрович, которые начали захватывать вот этим вот супермассовой ковромбардировкой торговыми центрами эти рынки. Они продали компанию, думали, чем еще заниматься. И говорят, мы купили исследования. Мы реально купили исследования рынков, какие рынки, сколько денег. Вот реально, допустим, сколько всего денег в России в инфобизнесе? И сколько всего денег в России в недвижимости? Сколько всего в России денег в автомобильной отрасли, в автозапчастях и так далее? И они увидели, что рынок автозапчастей гигантский. Он примерно, по-моему, 1 триллион рублей в год. Совокупный объем денег, который проходит на рынке автозапчастей и ремонта автомобилей. И он говорит, мы подумали, что даже если мы будем, условно говоря, говнокомпанией и займем всего 1% этого рынка, у нас все равно будет 10-миллиардная компания. Прикиньте, ты такая вот титька тараканья, а у тебя уже 10 миллиардов. Если ты занимаешься темой, допустим, печенье с предсказаниями из Чувашии, то если ты будешь даже монополистом рынка, у тебя даже миллиарда не будет. Там просто нет такого рынка, понимаете, да, идею? Так что вот первоочередный параметр, такой предвосхититель говнониши, это посмотреть, какой объем денег в этом рынке. Например, еще пример, допустим. Инфобизнес, все-таки инфобизнес, онлайн-образование, инфошколы, инфо-инфопродукты, онлайн-курсы, растет рынок. Рынок реально растет, он прет. Но даже в этой теме, в растущем рынке, можно выбрать говнонишу. Да, то есть запустить онлайн-школу, ну реально какую-то хреновую. Ну вот пример, допустим, мы можем запустить онлайн-школу по обучению профессии начальник склада. Ну таких людей много в России, много складов, да, ну и таких профессий много. Но очевидно, что, допустим, профессии менеджера продажам гораздо больше людей работает. Поэтому как бы ни старалась компания, которая обучает начальников склада, у них продукт, там типа курсы, как стать крутым начальником склада. Эта компания уже проиграла на старте компания, которая занимается темой обучения менеджера в продаже. Понимаете почему, да? Допустим, курс современной интернет-профессии будет еще более успешно и прибыльно, чем курс менеджера в продаже. Потому что это рынок гораздо больше. Если посмотрите, например, компанию Skillbox, которая масштабирует много курсов, они берут курсы, которые супермассовые. Сейчас какой рынок растет? IT. Все-таки IT, надо идти в IT, Mail.ru, там Яндекс, Сбер. Все хотят в IT детей своих устроить. Поэтому они запустили курсы IT. Хотя изначально компания Skillbox запускала курсы по интернет-маркетингу. Они делали курсы по интернет-маркетингу. Как делают ленды, сайты, трафик и так далее. Но не увидишь, что маленький рынок запустили как пилотник курс по... Как стать программистом за два месяца. И просто у них взорвалось все, понимаете? И они стали большой компанией. На этом курсе первый их бум случился. И также была потом компания Geekbrains. Они все шли в обучение программирования. Так что первый признак темы, в которую не стоит идти, это если тема очень узкая и очень маленькая. Много, вероятно, вы там даже если будете суперкрутым человеком, мега-маркетингу построите, много денег вы там не заработаете. Второй признак, такой говнониши, наверное, да. Это для особенно... Ну, он не для всех, наверное, да. Нужно понимать, что одна и та же тема для разных людей на старте будет разная по сложности. То есть если вы предприниматель. Игорь Рыбаков, у вас там миллиарды уже есть. Капитал, доверие, банки, связи, административный ресурс. То для вас запускать производство, это просто запустить, как типа мне очередной курс пойти запустить, понимаете? Там или очередной ролик на канал выпустить. А если вы только вчера решили заниматься бизнесом, решили построить фабрику по переработке муки. Но вы охереете, что надо очень много всего решить на старте. И не факт, что получится. Поэтому ни в коем случае не стоит идти в те ниши, если у вас нет основы какой-то, да, уже суммированного опыта, бэкграунда, связи, денег, ресурсов и так далее. Так что говнонишей будет являться любая тема, где вы идете туда просто вот ежиком в тумане с нуля и ничего не понимаете. Всегда стоит выбирать нишу, основываясь на своей сфере естественного интереса или то, что вы уже хорошо понимаете, разбираетесь. И тогда вам будет гораздо легче стартовать. И третья мысль, что может являться признаком такого отстойного запуска, отстойного старта, это если вы пойдете в тему в любую без бизнес-подготовки. Вот априори любая ниша будет убогой, если вы будете думать, что вы вот сами во всем разберетесь. И вот на мой взгляд, любая тема может на самом деле стать очень успешной, ну в сравнении друг с другом, конечно, нет, но в целом успешной, там свои 300-500 тысяч рублей или миллион рублей, зарабатывать можно, наверное, практически в любой нише, если вы будете уделять огромное внимание своему бизнес-образованию. Человек, который работает в крупном, огромном рынке, но он дундук просто дубовый в маркетинге, в продажах, в управлении, в финансах, проиграет в личном доходе человеку, который работает на маленьком рынке, но он эксперт в этих вещах. Поэтому мое предложение, если вы хотите расширить себе линейку бизнесов, которых у вас может повысить вероятность своего успеха, вам нужно сейчас заманьячить вопрос бизнес-образования. Если вы хотите прям суперкрутых прибылей, вы должны понять, что прибыль рождается от того, что в компании много денег. Деньги в компании приносят клиенты. Клиенты в компанию приходят, потому что им кто-то круто продает. Поэтому, на мой взгляд, первая компетенция, которую нужно встраивать людям для того, чтобы они стали успешными, это компетенция продажи и построения системы продаж. Так что, если вы до сих пор этой компетенции на high-level не обладаете, я хочу вам порекомендовать пройти у нас обучение. Это реально самое лучшее на текущий момент обучение в России и странах СНГ по тематике создания системы продаж, управления продажами, распаковки, наем обучения у продавцов. И вот если вы даже реально сейчас дятел в вопросе продаж, я вам гарантирую, что ровно через 4 месяца после старта обучения у нас, вот после, вы будете понимать в вопросе отделов продаж больше, чем 99,5% населения всей нашей страны и страны СНГ. Я вам это гарантирую. Так что по ссылке прямо под этим видео вы можете оставить заявку на нашем сайте на бесплатную экскурсию, и наши менеджеры покажут вам, что такое крутая система продаж, например, нашей компании, покажут там конечный результат, что вы можете получить на выходе. Вы увидите их уровень экспертизы, и у вас будет ровно такое же всего через 4 месяца. И, соответственно, сделаю там крутое продажение. Так что прямо сейчас прыгайте по ссылке под видосом, оставляйте заявку и welcome к нам на образование. Ну и такая бонусная, да, я бы не назвал, что это признак говнониши, но он может быть, я бы сделал его бонусным. За кадрами, да, за скобкой, что это за признак. Для людей, для разных людей, разные вещи в ценности. Допустим, для кого-то гораздо ценнее иметь там 3 сотрудника, сам там связи-вязи, пару контрактов срастил, много денег заработал. А кому-то ценнее построить систему и заниматься архитектурой бизнес-процессов, да, и он не любит такие связанные темы. Поэтому очень важно хорошо понимать, что является вашей сферой естественного увлечения, что является для вас нормой. И то, что для одного человека будет являться ужасом, для другого человека будет являться реально кайфом, блажей, он будет от этого получать неистовое удовольствие. И вот очень здорово будет вам понять, что вас реально бесит в компаниях, а что не бесит. И вот историю расскажу, когда я проходил обучение у одного из своих наставников, и резонансинг только-только начинал развиваться, там у нас была очень маленькая выручка, первым делом, что нам сделали, нам выдали такой бланк, лист бумаги, и там были такие вот, знаете, бегунки в эквалайзере, типа там громче, тише, там басы меньше, там высокие. У нас были такие бегунки эквалайзера, и там был параметр, по которому мы должны были создать для себя карту, прототип идеальной компании там через 5-10 лет. И там, например, была такая история. Онлайн или офлайн, или там и то, и то. Или, допустим, это дорогие покупки, или там масс-маркет. Или, допустим, это частная практика, высокоплачиваемая, с огромной маржинальностью. Или это бизнес, небольшой рентабельностью, но при этом очень большой и на команде построенный. И так далее. Там было много критериев. Я для себя очень четко определил эквалайзером, что для меня важно. Я смотрел у соседа слева, соседа справа, они рисовали совершенно другие карты. И прикол в том, что прошло с того момента 3 года, и у меня сейчас именно та компания, которую тогда я себе нарисовал. Так что, понимаем, такое задание прямо сейчас вам после этого ролика подумать. Вот вы явно же куда-то придете через 5 лет, 100%, какую-то компанию, она будет больше, чем сегодняшняя, построите. И вот начать стоит сейчас с такого большого вопроса. Какую компанию вы хотите? Компания, где мало людей, и там типа вы там завязаны, или компания, где много людей, но вы не завязаны. И у той, у той есть плюсы и минусы. Большая команда будет требовать ресурсов, у вас будет низкая рентабельность. Маленькая команда больше рентабельности будет давать. И так далее. Вот попробуйте свои признаки, определить, что для вас ценно и что для вас критически важно. И уверен, что вам станет гораздо легче понять, какую тему заниматься, что для вас ниша жена. Ну а с вами был Михаил Гребенюк. Если видео вам зашло, пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас к этому ролику. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать наш образовательный контент для роста ваших продаж, прибылей. С вами был Михаил Гребенюк. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok